Всем привет! Хочу попробовать снять первое видео на YouTube. Сниму, как мы погуляем в парке, покатаемся в теплоходе. Так что смотрите. Буду сейчас покупать билеты на сайте Библион. Это скидочный сайт. Скидки по скидкам. Вот, выбрала... Тут много теплоходов разных. На 2, на 1,5 часа. Но я выбрала вот Адмирал, который он час всего едет, чтобы дети не устали, не надоело. Едет он от парка Зарядья до парка Горького. Или наоборот, можно в парку Горького сесть до Зарядья. Цена получается по скидкам взрослые 351 рубль, а детям 204 рубля. Знаете, куда мы жахта поедем? Кататься на чем? На роликах. Нет, не на роликах. На коньках? Не на коньках. Не на великах? Не на великах. Ноги раскутали. Нет. А на чем же могу идти? На теплоходе. Есть! Ура! Что, довольны? Да. Теплоход! Я уже билеты купила, так что завтра. Пришли мы в парк Горького. Идем сейчас погуляем и пойдем на теплоход кататься. Девчонки представляют, что они в Турции. Под пальмами. Под самыми маленькими пальмами. Красиво сделано все. А чего они в детстве такие? Да, вот эта пальма настоящая. Как в горшке, правда. Фонтан. В парке Горького. Потихоньку добираемся до реки. Люди загорают на подушках. Что вы там? Что, невкусная вода? Уселись возле фонтана. Медитируют. Красивый какой фонтан. Сегодня день российского флага. Флагу 350 лет. Отмечают все. Денис сегодня банкует. Покупает. Что вам? Попкорн или вату? Вату. Стоит по 150 рублей. Вот такая под старину сделана. Сладкая вата. Такие прикольные прилавочки. Вкусно? Хорошо сидим. А Денис ест кукурузу. Ну что, вкусная? Ага. Вы ее испугаете, орете-то. Белку увидели. Вы не орите, она вас боится. Настоящая белка. Ну вот, я хотела снять. Она ко мне сначала прибежала. И меня... Тихо, тихонечко она боится. Где она? Набережную мы нашли. Осталось найти порт. Осталось найти порт. Корабли тут ходят. Но сейчас перед тем, как пойти на корабль, мы что сделаем? Перекусим, да? Пообедаем. Потому что туда с едой нельзя. Мы бутербродов набрали кучу. Сейчас мы папу найдем. Он где-то там сидит. Лавочку нашли. Ну что? Все кишит кораблями. Плохо. Бутербродики едим. У меня тут целый портфель бутербродов, воды. Бутербродики едим. Сочек нам приплыло. С павелами. Наконец-то дождались корабль. Адмиралку из зуба-товочей выявил. Сейчас поедем. Считают они, что он... Вот малоэтажную историческую застройку этого места. Памятник Петру Кирова. Установили памятник в этом месте в 97-м году. А вот красиво название. Называется это... То же сооружение, что видите, сейчас новое. В январе 2000-го его осветили. А когда-то здесь располагался другой храм Христа с очень трагичной судьбой. Большевики, когда пришли к власти, посчитали, что путь развития одного-надо-советской республики другой. Не нужен нам здесь никакой храм. Нужен нам дворец Советов. И в 31-м году храм был взорван. Планировалось сооружение огромного дворца Советов. Четыре раза должен быть быть больше храма. Но, друзья, эти планы не были реализованы. Нарушилась у Великой Отечественной войны. А после войны вообще уже не до этого. Денег не хватало на восстановление народного хозяйства. Было уже не до дворца Советов. В 60-м году в 19-м году в Москве в Москве. Вид на сердце нашего города, не только города, всей страны, на московский Кремль. Слады всегда красивый вид, потому что ничто не мешает и не загораживает. Вот первое упоминание о городе идут с 1147 года. Именно сюда, на тот момент еще, сузбольский князь Юрий Долгорукий приглашает на переговоры своего северновгородского собрата. Не было, друзья, тогда еще и Москвы, даже Кремля не было. Было небольшое поселение за деревянным чистотым. Вот во что превратился наш красивый город. За такую большую историю. За Кремлевскую стену два известных строения. Первая оружейная палата, музейное здание. Там же находится алмазный фонд, сокровищница всей нашей страны. И рядом вы видите большое такое нарядное, торжественное строение. Большой Кремлевский дворец. Сейчас это парадная резиденция нашего президента. Пять торжественных залов внутри. Все церемонии, что вы смотрите по телевизору, проходят как раз и стены этого дворца. Вплотной примыкает древнейший храмовый комплекс. Первый собор Благовещенский. Домовая церковь всех царей и царицами. Именно мы на престол именно сюда. И серебряными куполами у нас собор Архангельский. Сейчас он является усыпальницей всех князей книги. Рядом из околи Ивана Великого. 81 метр высотой. Именно с нее в те времена оглашались все царские указы. Кричать нужно было так громко. Пошло оттуда выражение кричать во всю Ивановскую. Внизу как раз находится Ивановская площадь Кремля. В колоколье 64 колокола, друзья. Все работают кроме одного. Внизу царь колокол, который отлить, отлили, поднять не смогли, как он тяжелый. Поэтому ни разу он не выстрелил. Как и царь пушка. Нет, не просвонил. Как и царь пушка тоже ни разу не выстрелила. Слева порта открывается наша самая главная башня. Башня Спаская. С часами со всех сторон. По этим часам мы с вами, друзья, и живем. Вся страна сверяет свое время. А вот не так давно башня у нас называлась по-другому. Была она у нас не Спаской, а Троуловской. После того, как были установлены две надвратные иконы Спаса Смоленского и Нерукотворного, башня стала называться Спаской. В парке Парящий мост. Вот он, как раз, перед нами. На 70 метров от своего основания зависает, как бы парит над Москвой рекой. Поэтому и называется он Парящий. Вы увидите большой Устинский мост. А рядом с левого борта вы увидите мостик поменьше, Малый Устинский. И тот, и другой, 1938 года постройки. Именно в этом месте речка Яуза впадает в Москву-реку. Главный момент. В отношении этих рек стоит одна из семи сталинских высоток. Это у нас жилая удобно-котельческая набережная. 176 метров. 32 этажа. Жилых 26. Кроме самой последней верхней башенки шестиэтажной. Более 500 квартир в Гуми. Квартиры эти всегда давали только лишь людям заслуженно. Ну что, вам понравилось? Или скучновато? Скучновато. Сказали, что час будет. Да, что-то мы ехали только полчаса. Час оказывается обратно до парк Горького. Надо будет ехать. А я уже могу домой. Мне понравилось, потому что я экскурсия там была интересная. Но девчонки-нибудь ничего не слушали. Мне больше понравилось и память. Память их Петра Первому? Да. Ты какой красивый. Мне интересно рассказывали про Москву. Ну, всего ехали. Даже полчаса на армию ехали. 25 минут не ехали. И все. Ладно, пойдем гулять по парку Зарядье. Идем на парящий мост. Сейчас будем фоткаться. Один до моста не дошел. Решил отдохнуть на травке. Что, устал, что ли? Наел. Грибы, что ли, нашли? Зелоги. И что, теперь будете есть их? Нет. Мы будем их в реку кидать. В реку? Зачем мы их замусорили? Это здесь не оставлю. Идем по парку Зарядье. Раньше тут была гостиница России. Сейчас построила парк. Вместо него. Мама, можно сначала по этому мостику, по этому мостику? Светильники такие. И ночью, наверное, прикольно светит. Парим над Москвой, да? Над Москвой рекой сейчас. Лампочки какие прикольные. О, как страшно. Малочки. Он у тебя просто шатается? Или так кажется? Вот Денис, ты не прыгай. Сейчас вот именно ты прыгаешь, и он упадет. Мама, не спит. Давай, давай. Прикольно. А там все перекрыто. Какая-то в процессе. Место! Свадебная. О, так это. Ой, мы еще и на свадьбу попали. Да, мы еще и на свадьбу попали. Место для фото. Как будто ребенка держит. Кто-то. Скалолаза. Пробираемся. Красная площадь. Парк, как будто мы где? По скалам лезем, да? Да. Парк, камень, горы. Прожекторы, правда, свет. Где тут? Последние выходные. Лето тепленькие, хоть погулять. Все, следующие выходные уже 1 сентября. Так что наслаждайтесь погодой, теплой и каникулами. Ну все, девчонки устали. Теперь мне их не сдвинуть отсюда, по-моему. Да. Хотел на Красную площадь зайти. Разулись. Подошли в магазин сладостей. Попить считаем до 5. А вот только нет, да, сладостей? 1, 2, 3. Целый магазин мармелада. Отраться на 150-100 грамм. Набирали. Чтоб детям было сладко ходить, а то они уже все ноют и ноют. Что-то такое шоколад. Чтоб, а вы смогли? Это маленький челезад. Зачем? Потому что мы уже ели. Ну, челезад мы уже ели. Наш день закончился на мармеладках из магазина Пират Мармелад. Вот то, что они набрали, сейчас будут дегустировать. И шурмой. Ну все. Пока.